За 11 месяцев этого года в Одессе произошло около 600 квартирных краж. Пока вас нет дома, есть опасность, что в ваше жилье проникнет вор. Грабежей, говорят правоохранители, в этом году стало меньше. Но стоит быть начеку. В Одесской области за этот год раскрыли более 200 преступлений. В городе почти 170. Правоохранители говорят, что воры обычно уносят с собой драгоценности, старинные вещи. Проникают в квартиры, через дверь или окна. Желательно поставить перед подъездом, может быть, камеру, либо в самом подъезде. Если не хватает денег, то лучше, конечно же, муляж хотя бы. Ну, все равно как-то можно предотвратить этот момент. Это первое. Второе, хотелось бы обратить внимание на замки. Лучше купить дорогостоящий замок, чем жалеть об утерянном. От вора нет запора. Ни решетки, ни замки. Любые, импортные. Решетки металлические не спасут. Самое лучшее на охрану пульт сигнализации. Дома, наверное, находиться постоянно и собачку иметь. Можно так, можно на сигнализацию квартиру. У кого на суде не хватает, есть люди, подключаются к сигнализации. Сигнализацию ставить. И все. Ну, решетки на окнах обязательно. Животное, наверное, чтобы в доме было. У меня дома живет такой звоночек, который все время я как-то спокойнее с ним. Поставить сигнализацию, застраховать квартиру. Хорошие двери поставить бронированные. Станислав Домбровский, бывший наркоман, вор и заключенный. Сегодня поэт, организатор творческих проектов и молодой отец. Рассказывает о своем прошлом. Я воровал и начинал с карманных краж. И по квартирам лазил тоже. Да, все подряд. Все, что было интересно. Для меня это был некий вид экстрима, игры. Я не готов был платить и нести ответственность рутины. Такой бытовой. Утром на завод, вечером с завода. В этом было что-то такое притягивающее. В частности, как и в самой тюрьме и даже в том же дурдоме. Станислав говорит, что многие люди, которые занимаются воровством, употребляют наркотики. Так проще меняется сознание и восприятие. Грабить становится легче. Станислав называет ряд причин, из-за которых когда-то пошел на кражу. Я боялся жить нормальной жизнью. Боялся именно этой вот... Потому что придется работать по-настоящему. И чувство страха нападал на других людей. А чувство лени – воровал. А чувство зависти – воровал, дурил. Станислав тоже стал жертвой. Воры украли фильм, над которым он вместе с коллегами трудился полгода. У меня друга кинорежиссера недавно вынесли квартиру у Кирилла Максименко. Там был фильм, который мы снимали полгода. Я не понимаю, куда они могут деть этот ноутбук, сколько они там наколят за него. Может, один-два раза он подколется за него. На этом ноутбуке была полугодовая работа. Когда я сам понял, что я потерпевший в большинстве своих случаев, и в милиции просто посмотрели, ну, нормально, он там не стоит даже нужных денег. От рук мошенников пострадал и этот молодой человек. Иван сдал свою квартиру в аренду. Женщина с грудным ребенком много вопросов не вызывала. Но рассчитаться за жилье сразу не смогла. Мужчина ждала обещанных денег, так и не было. Хозяин попросил квартирантку освободить жилье. Через несколько дней Иван пришел проверить, как обстоят дела. Дверь открыть уже не мог. Попав в нее, то есть вызвав слесарей, которые взломали замок непосредственно, я увидел очень неприятные вещи. То есть была вынесена определенная техника, был жуткий кошмар в квартире. То есть доходило вплоть до того, что обои были стены, обои, пол был измазан салом, маслом. Мой ущерб составил примерно около 20 тысяч гривен. Иван подал заявление в полицию, но и через месяц воров не нашли. Начал собственное расследование. Но добиться правды не получилось. Хочу попросить людей, будьте внимательны, будьте осторожны. Сейчас Новый год. Сейчас все хотят его встретить в тепло, в уюте. Но не забывайте о своей безопасности. Выход есть. Последние три года в Одессе стала популярной установка различных систем безопасности. Добрый день, вы кому? Добрый день, я Сергей. Основные системы безопасности – это видеонаблюдение, сигнализация, охранные непосредственно датчики движения, лазерные барьеры, защита периметра, домофоны люди используют часто. Сергей около 10 лет работает с людьми, которые защищают свой дом от грабителей. Он советует установить все в комплексе – и сигнализацию, и видеонаблюдение. Самое частое пользуется популярностью – это, наверное, все-таки охранные больше сигнализации, потому что это непосредственно защищает дом. Устанавливается система безопасности, она выводится на пульт централизованного наблюдения охранного. И в случае проникновения в дом в течение нескольких минут приезжает группа быстрого реагирования и защищает дом непосредственно сглоумышленника. Перед тем, как покинуть свой дом, проверьте, заперты ли двери, окна и балкон. Вор может прийти тогда, когда вы этого и не ждете. Позаботьтесь о безопасности своего жилья. Ольга Голодова, Алексей Барановский, Алексей Пережилин, Евгений Руденко, Седьмой канал.